Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 24 мая и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальные минимумы, ушли ниже уровня 1.17.16, это минимум 21 мая. И движемся по направлению на 1.16.12. В рамках данной информации ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 22 мая по цене 1.18.30. По паре британский фунт и американский доллар тенденция нисходящая также сохраняется. Цели по снижению это область 1.32.27, ближайший разворотный уровень отмечаем на максимумах, которые были зафиксированы вчера по цене на 1.34.91. Прошу прощения, 22 мая. По паре американский доллар, канадский доллар, общее направление восходящее сохраняется. Пока пара не может преодолеть область сопротивления в районе 1.29.17, но именно туда сейчас и сохраняется текущий импульс. Следующие цели роста это движение в область 1.30.34 и далее уже на 1.31. Ближайший разворотный уровень по данной информации пока оставляем за минимальным уровнем, который был зафиксирован 22 мая на цене 1.27.41. По паре американский доллар и японская ена тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 1.09.02 и 1.08.57, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 22 мая. Это цена 1.11.17. По паре австралийский доллар и американский доллар также сохраняется восходящая тенденция. Ближайшие цели роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 22 мая в области 76.04 и далее движение по направлению на 77. Ближайший разворотный уровень по данной информации отмечаем на минимуме, который был зафиксирован также 21 мая. Это цена 75.02. По паре евро фунт также сохраняется тенденция восходящая цели роста это область 88.17. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 87.38. Золото продолжает свое движение пока нисходящее, пока не удается закрепиться выше области 1297 долларов за тройскую унцию, хотя вчера торговались вблизи данного уровня. И второе обновление и уход выше данного значения откроет предпосылки на начало роста по данному активу. Но а пока тенденция нисходящая сохраняется и мы можем еще золото увидеть в области 1285. По нефти марки Brent сохраняется тенденция восходящая. Вчера подходили к уровню поддержки в области 78.39, но не смогли его преодолеть, отбившись от него и закрывшись уже выше открытия дня. Тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше уровня 80 долларов 90 центов за нефть марки Brent. По индексу DAX вчера мы смогли закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 22 и 18 мая, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения на текущий момент. Подошли к важному уровню поддержки, среднесрочному уровню, который находится в области минимальных значений, которые были зафиксированы 15 и 14 мая в области 12925. В том случае, если индекс DAX может закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать более затяжную коррекцию по данному активу. Но в том случае, если мы получим отбитие, то восстановительное движение восходящее остается все равно на текущий момент в приоритете. По биткоину тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели по снижению это область 6487 долларов за один биткоин. На ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимуме, который был зафиксирован 21 мая. Это цена 8555. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok